Здравствуйте, дорогие друзья и всем, кто нас смотрит и не смотрит. Сейчас будет матч 1 на 1 Лингвист против Гриза. Это будет захватывающая игра, почти на раун. Мы все посмотрим эту игру. Давайте, начинайте, ребятки. Так, не лагает ни у кого. Ну всё, отлично. Так, поехал отсчёт. Глхбан всем в центре. Давайте. Я, конечно, ни за кого не болею, но всё равно хочется увидеть какую-то со всех сторон интересную игру. Так, начал сразу же Грис подобрал Магнум и убил Лингвиста. Так, смотрим, что будет дальше. Достаточно интересно. Грис работает всегда с Магнумом и очень хорошо всегда с ней стрелять. Но Лингвист всё равно, он тоже не промах и делает свой фраг тоже на Магнуме. Ну вот, в размен ушли два игрока. Это, конечно, никому не достался этот заветный фраг. Но давайте посмотрим. О, прям шары активно сразу же от Лингвиста пошли. В принципе, это всегда Лингвист пользуется этими шарами. Я не знаю, они особо ничего не дают ему. Ну и сразу же получают свой фраг. Лингвист еще один. Отлично, Грис сделал просто айршот с раболета. И это очень красочный фраг. И очень такие фраги очень классные. Ценятся во всяких демках. Ну, Грис, естественно, дробь просто не сравнится ни с кем. Ну, только если это не Думер. Думер может с полкарты убить с дробана голову. Что ж, посмотрим за Лингвистом, как же он будет исправлять свои какие-то мелкие ошибки. Такое непонятно, почему. Счет 4-4 равный счет. Что Лингвисту очень... Мне кажется, даже везет, можно сказать. Ой, зачем Лингвист? Не знаю, взял бочку, убить в воздухе. Это глупо, по-моему. С этой бочки. Я не знаю даже, кто с бочки с этой пытается ливать. Ну, иногда может повезти. Но в этом случае не повезло Лингвисту. Ну, тут уже ничего не мог сделать Лингвист, потому что это просто спам. Не из ниоткуда его. Его не поймать, ничего не сделается. Лингвист пытается сделать... Эээ... Ну... И нету шариков. Ошибка Лингва. Достаточно шарики. Это, мне кажется, не самое главное, что есть на карте. Побольше спам, и... Легко убьешь другого противника. Но Лингвист сразу же отыгрывается. СНГ Пауэр всегда ему помогает. Но я ни разу не видел, чтобы Лингвист нормально что-то делал с СНГ. И СНГ Пауэр не очень иногда помогает. Если ты на добивании. Вот мы видим то, что Лингвист целится, хочет попасть. И тут просто не из ниоткуда прилетает вентиль. Но всё равно подпрыгнул. Подпрыгнул Грис, и сразу же что-то крутое опять сделал, как всегда. Ах, не получилось Лингвисту сейчас убить просто этой батареи. Что же? Что же будет собирать быстрее? Отлично. Но всегда шары помогали Лингвисту, и он всегда делает свои враги. Как и на Биохазарде, Лингвист всегда любит поспамить шарами то, что это как бы не очень вероятно. Ну, Лингвист из неожиданности, конечно, выстрелил с этой штучки. А Грис мне тут недавно признался, что он до сих пор не может ловить этот вентиль. Ну, и, естественно, получается тоже в щи от этого вентиля. Вот это рикошет. Но Лингвист всё прочухал сразу же. И словил этот. Не успел, не успел, не успел, не успел, Лингвист. Понятия. Ну, мы посмотрим за Грисом. Грисом. Грисбочечку сразу же активно используют. Что это, что это? Ага, Грис-спанчик. Ну, никто не спасся ещё от Лингвистов шара. Все любят Лингвистов шара. Можно даже так назвать Лингвистов шара. Что это, Лингвист? Ну, конечно, Лингвист просто добивает. Он просто мечет, мечет медведя. А? А, убегай! Ай! Ну, это, Грис. Я знаю, что ты не любишь этот вентиль. Грис достаточно спокойно играл на прошлых картах. Но сейчас он как-то, видно, волнуется. Волнуется то, что его записывают. И что-то сливают, что-то ему не помогает. Ну, и сейчас 13-11 в пользу Лингвиста. Даже как-то неожиданно сейчас. О! Сейчас Грис показывает, как же выплюснуть из этой оболочки два шара в один удар. Да. А, бочечка. Вот это разворот на 180 градусов с этой бочечки. Я не помню, как это называется. Может быть, кто-нибудь не напомнит. Клик. Клик или пик? Ладно, похрен. Ну, это классно. Что ж, посмотрим. Игра достаточно идёт вровень. То Грис перегоняет, то перегоняет Лингвист. Вот, походу, лагнул у Лингвиста. Нужно ему скорее убегать на хпшечке, что он и делает, собственно. Оп. Оп. Ну, кто же? Кто же, кто же, кто же? Кто же кого? Отличный Лингвист! Отлично! Лингвист всё-таки убил с физики Гриза. Просто сравнил счёт. 14-14. Да, это классно. Ух ты! Какие-то... Убегай, убегай, убегай. Отлично! Эта карта по своей просто тактичности. Её просто на ней нет. Просто тащит тот, кто лучше владеет им. Карта на любителя достаточно. Я знаю много людей, которые любят её играть, и какие люди не любят её играть. Больше всего, мне кажется, олдскулы не любят играть. Сейчас поколение деймеров. Юных поколений деймеров. Чего играть на маленьких картах, как АИМ-арена, КПХ, Этик. Это все маленькие. Достаточно карты. Ну, сразу же получают. Из ниоткуда его просто Бэтмен вылетел. И с арбалетой Синьос Гриза. Ну, что ж. Игра достаточно идёт интенсивно. Больше играется что-то... Какие-то хотите... Каждый из своих сторон хочет показать своё какое-то классное преимущество. Каждый классный фраг выложится на все сто. О, вот это лак, лингвист. Согласись. Что же, два шарика отбить. Опа, не умер. Но лингвист прочухал то, что... И сразу же заспанил просто. Ну, Грис тут немножко разозлился, мне кажется, на лингвиста. Совсем немножко. Что-то, мне кажется, лингвист такая жирная жопа, то, что всё время задирает. И не даёт взять ничего. Никакого оружия даже. Своему противнику. Ну, Грис сейчас убьёт. Ну, я так и думал. Грис всегда стреляет очень хорошо на дальние дистанции, насколько я знаю. Мне всегда не нравилось, когда лингвист, например, на АМ-арене ставит те хэдшот вообще не в понятном... Каком... Каком-то... Своём содержании. Бум. Ну, лингвист добил. Сразу же увидел. Сразу же чухает. Медведя. Медведь же такой... Такой толстый. Такой необъятный. Так, посмотрим на счёт. Счёт у нас, посмотрите-ка. Ведёт лингвист на пять фрагов. Это даже как-то странно. Это лак-онли, можно даже сказать. Даже я не мог, Гриса. Выиграть на КБХ. Это даже как-то... Странно. Лингвист спам. Хотя сам обзывается иногда спам. Не знаю, как лингвист играет на био. Это, по-моему, вторая его домашняя карта, насколько я знаю. Но КБХ он играет очень хорошо. Мне всегда доставляло удовольствие с ним поиграть. Хотя мы с ним не очень долго играли. Да и практически вообще не играли. Мы только недавно начали с ним играть КБХ. И он показал хорошую игру на КБХ. Я всегда показывал, по крайней мере. И я сейчас, конечно, не знаю, кто из них выиграет. Не будем загадывать. Мне нравится игра с обеих сторон. КБХ. Довольно-таки такая. Спам. Спам-дропь. Спам-дропь. Может быть, кто-то арбалет возьмёт. Там постреляет в какие-то места. Иногда магнум. Спам-дропь. Спам-дропь. Но это, в принципе, можно даже сказать, тактика такая. Не оригинальная. Для такой карты, как Эмарен. Что ж, посмотрим из лингвистов. Ну, шарики спасут. Не спасли лингвистов, как всегда. Ну, не как всегда, извиняюсь, конечно. Не как всегда. Они всегда спасали его. Но в этот раз что-то... Оп, спам. Не получилось. Не получилось, конечно. Грис отпрыгнул. Ну, эти шарики лингвистов просто. Шарико лингвистов. Бум. Попал, нет. Отлично. Красивый. Найс фраг. Подловил, когда он упадёт. Что ж, посмотрим на счёт. Счёт 25-20. В пользу лингвиста опять лингвист не отдаёт вообще ни на каплю по своё преимущество противнику. Всегда что-то классное делает. Старается что-то красивое сделать на Летл. Два. Летл-2. Это новый будет фрагмовик. Клан фрагмовик, извиняюсь. От Хиппи. Мы ждём своего с нетерпением. Может быть, начнёт где-то после августа, как выйдет свой фрагмовик. Который он тоже уже немало делает. Ну, посмотрим, что будет в его фрагмовике. Гудгейм пишет Вином. Но я не знаю, насколько сейчас времени, потому что у меня нет такого бинда. И я особо не люблю смотреть на время, когда игра. Это очень отвлекает меня от самого процесса игры. Ну что ж, если Гудгейм, то сейчас карта уже закончится. Преимущество всего в два фрага лингвиста. Лингвист. Что же ты сделаешь? А, нет. Грис. Давай, что же ты нам покажешь? Всего два фрага каких-то. Можно либо сравнять счёт, либо проиграть. Я не знаю, одно из них. Может быть, что-то классное покажешь. Нет, мне кажется, уже ничего не сделает. Грис. И это... Гудгейм. Ну, когда же уже закончится? Что же? Итак, дорогие друзья, выведел лингвист. Всего преимущество в четыре фрага всего. Поздравляю лингвиста, поздравляю Гриза. Всех... Всем добра. Что ж, будет или не будет вторая карта, мы посмотрим. А сейчас победа лингвиста на КБХ. Отличная игра, отличная группа. Зал лингвист. Всех поздравляю. Лингвист. Всем добра. Лингвист. А, дорогие друзья, Я вам напомню то, что сегодня стрим как бы необычный, потому что нету Хиппи. Хиппи уехал от нас, конечно, но у него какие-то свои заботы сейчас и какие-то свои проблемы. Ну что ж, я сегодня стримлю один. Стримлю, напоминаю вам, матч Гриза и Лингвиста 1 на 1. Что ж, ждём второй карты, а сейчас уходим на перерыв. Стримлю, напоминаю вам, матч Гриза. 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 Продолжение следует... 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 телефону гриза ну чтож все так быстро можно можно только гриз подойти к телефону бум спам что ж не стал не стал рашить лингвист как он всегда это любит делать сразу гранатку это правильно мне кажется здесь безвыходная ситуация если грезы рф гриз если настроим решительно он на всех картах будет делать свою игру а когда таком расслабленным достаточно виде ух ты какой в щита вошел спам от лингвиста да вот это на счет вы только посмотрите гри сразу же сразу поставил хэдшот просто лингвист он даже не успел полакомиться рпг даже сделать один фраг с ним айршот не получился лингвист в ожидании противника чтобы он вышел лингвист как крыска хотел обойти но не не получилось грис просек эту фишку тоже а то в нем с рпг бум бум мощные гранаты лингвиста летят ну щи получать посмотрим на счет счет достаточно начался очень красочно в сторону гриза там было пять ноль там было уже заходило так до 60 но вот тащил на 7 фрагов вот как мы видим гриз сейчас умер так счет 13 7 13 7 пользу гриза гриз сейчас конечно показывает не свою лучшую форму игру что-то все-таки он делает классно и лингвист прикалывается давай какой то здесь не работает к сожалению чтобы выбрать карту например как на другие джампах можно сделать ртв что кто нас смотрит задавайте вопросы хоть какие-нибудь если нас кто-то вообще смотрят хоть кто-нибудь ну ладно уж для души можно и постринить но красиво отбил гриз граната вау это как тут это да простит меня гриз лак чистый проба ухты это респаун килл это всегда опасно это всегда какие-то лакерские респаун попадаются не часто знаю по крайней мере единственного человека который поймал с четырех респауна хиппи поймал 4 респауна и сбил на четырех респауна с дроби красиво это было в лет или два я смотрел классно очень граната до лингвиста всегда как вовремя бум грис пошел на рпг берет рпг но и тут безвыходная situation как как вы посмотрите как грис мастерски резко дергает мышку и попадают точно в цель ну естественно какие нервные тики присутствует гриза она посмотрим зелен без что же он будет сейчас делать чтобы догнать гризис посмотрим на счет 23 9 пользу гризис ну да я не знаю как лингвист будет сейчас выкручиваться потому что я мало людей знаю которые реально выкручивались там чуть ли 0 20 и выходили вперед ты еще и выигрывали то мало таких людей но и сейчас мне кажется и лингвист так не повезет что-то непонятное произошло сейчас то ли в ноги то ли в ноги то ли в руки то ли в голову попал грис сразу же что-то что-то закидывает лингвиста по ходу понял гриз то что ухты опасно для гриза опасно сейчас рожь будет только непонятно все потерялись как-то но лингвист все-таки сразу же раскрутился на 180 загнал гриза гриза свою берлогу ой штанинец какой берлог гриз захватывает берлог а лингвист он рашит гризис уже с рпг убегать нужно лингвиста быстрее как-то грамотно рашить я даже не знаю как так может ухты dark soul style лингвист тут нам показывает но мне кажется это глупо делать такие вещи так как если у тебя 100 на 30 и примерно ты снимаешь себе половину то есть тебя становится 50 хп это примерно на один удар строки в тело может понять лингвист где ухты вот это что-то непонятное в этом все айдм я что-то произошло непонятные вообще лингвиста нужно втянуть каких-то 20 фрагов я не знаю каким макаром может быть хаки какие-то но нет хаки сколько я знаю хаков нету на из матч я не знаю почему нашего игрока хуки до забанили на q я из-за читов я даже ни разу не видел я никогда не использовал читы крайне мере он их точно не использовал нет не знаю почему так кевин неприбрежно отнес к этому что что-что что-что сейчас произойдет убежит я же не убежит ну не раз убегайте лучше или кто 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 раш играется в центре вся у опасно было конечно сейчас он не стеряет очень много времени но все равно он четко кинает гранату и ранил как да гриз чё-то не не рассчитал немножко шарик 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 ты подводишь лингвиста ух ты как лингвист залетел что же гриз покажи всю свою мощь который ты делаешь шариками на локдауне ну что будет что 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 снг пауэр или что затащит он все равно лингвист прочупал рпг внизу лингвист я немножко помог да простит меня грис стоит все равно не помогло лингвиста сразу же летает но всегда как-то гриз чувствует своего противника знает где он сидит что ж посмотрим на счет счета нас 3510 пользу гриза до гриз здесь мне кажется просто поймал свою игру и потихонечку делает и я ухта иршот чуть не попал лист что с палочки проигрывает лингвиста ух ты прям в руки ему дал сразу сразу не получает грены бум еще одна и еще одна на добивании но в этом весь игрис пара пара пам пам ну да вот лингвист правильно говорит рпг до спа но мне кажется другой тактики я не знаю на айм арене айм арена сама по себе тоже как и киллбокс только с рпг все отличий больше никаких нет я предпочитаю арену всегда любил на ней играть потому что ну да я понимаю сейчас многие скажут фуа и снуб не умеет играть на больших картах только с рпг может но на самом деле я выбрал карту где я могу просто показать свою тактику только с аркубе я не знаю почему некоторые люди играют нет извините хотят играть без рпг я не знаю почему притом называют нубом этого человека кто например я не хочу играть без рпг вот что же у меня закончился вторая карта 41 не вижу 13 в пользу гриза поздравляю гриза он выиграл на этой карте что ж обе стороны показали достаточно хорошую игру конечно лингвист расслабился на второй карте не реально доставил удовольствие комментировать ваш матч достаточно интересно я может быть приглашу сказать гриза по поводу матча если он конечно хочет свои комментарии по поводу матча так я подключаю ой гриза гриза ты тут алло да 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 гриза твои какие то комментарии по поводу матча первой и второй карты ну по поводу первой карты как бы на лингвист просто заточил навыкам знания ее и аима молодец а на на арене я просто пытался не давать шансов ему вообще ничего сделать не как бы не взять ни трубу не распамиться шарами и так далее но в принципе это одна из основных тактиков аим арена насколько я знаю ну и естественно лингвист немножко как видно да ну и нам хочется играть давай дальше стрим нет дальше я уж думаю не буду я потому что я так подостал и уже вечер пойти уже что-нибудь нормальное поделать помочь да вечером кстати гулять надо идти ну да или гулять пойти ладно всем спасибо кто нас смотрел кто не смотрел огромное спасибо гризу за комментарии матча да в следующий раз лучше будет 2 на 2 в следующий раз может 2 на 2 будет ладно всем спасибо еще раз хороший был матч всем до свидания пока пока пока